ребята привет вот я решил записать видео как определить какого размера кубатуры ваш мопед альфа либо альфа подобный мотоцикл в данном случае у меня jordan его кубатурность его как определять значит да я покупал этот мотоцикл и продавец и сам производитель они заявляют что данном случае это 125 кубов мотоцикл вот этот двигатель можете его сейчас видеть извиняюсь что он грязный потому что я вчера по полю гонял два дня гоняю по полю не заехал не помыл его до сих пора еще хотя он у меня уже неделю во владении как-то я немножко опасаюсь заливать тут сверху там увидите чистенький снизу чтобы там цепь заливать водой не хочу керхером мыть вернемся теме значит как определяется определяется по размеру цилиндра самого цилиндр этого вот эта головка эта часть эта головка по эту границу вот этот цилиндр вот этот цилиндр вот это расстояние по нему можно определить потому что 110 125 отличается только ходом шатуна поршня не ходом поршня размером шатуна ребята сейчас мы берем вот партняжный метр китайский же потому что обязательно нужно мере обязательно нужно мерить китайский двигатель китайским партняжным метром понимаете да почему кто не понимает объясню что китайское надо мерить китайским же тяжело мне подлезть извиняюсь конечно потому что на руку держу смартфон а другой рукой снимаю вот меряем и получается получается видите да ребята получается у нас 7 сантиметров вот видите вот 7 сантиметров а это значит что это значит что здесь 110 кубовый двигатель стоит не 125 как уверяет продавцы нас 110 также как и на простых альфах даже альфа rx сейчас продается со 125 кубовым двигателем то есть это двигатель для хоть этот мотоцикл вот его не видел подкрытка от дождя вот он большим размером это полноразмерный малокубатурный мотоцикл но двигатель здесь получается меньше чем в альфе rx новый 125 вот так вот ребятушки вот такое я узнал еще раз показываю немножко не загнулся сантиметр но уже понимаете если натянуть его он еще меньше будет чем 7 сантиметров он граница пальцем шевели 7 сантиметров на сто двадцати пятки стоит 8 сантиметров то есть он был бы он до этой вот метки больше размером визуально еще раз посмотреть видите он как выглядит так он выглядит это соплевик висит нас карбюратора вот так он выглядит ребята надпись тут конечно же 49 5 но по факту 110 не 125 так что будет если покупать вам будут наваливать что 125 идите сантиметром мерить и китайским китайским вот имейте ввиду еще ребята хотел добавить что по замерам скорости мотоцикл у меня уже обкатанный и на пяти с половиной тысячах оборотов он ей 50 причем 50 это вот уже вот крейсерская крайняя скорость потому что идет дальше глухая вибрация бьет прямо в пятую точку там седло все звенит короче у него двигатель пердит изнять за выражение при сбрасывании газа он стреляет так что ну вот не знаю как на сто десятки пишут что должна быть 75 80 но не вывозит он такую скорость может быть если поставить туда 15 хотя бы зубую звезду то будет и бодрее но вот мне с моим весом сто пять там сто семь там если тип там вещи всякие там вода с собой там еда какая-то то это считает все под 120 килограмм и сам он весит 104 его взвешивали в транспортной компании то есть имейте виду что вот этот мотоцикл с такими вот нагрузками он идет именно вот такую вот скорость я так еду 40 вот видите да 40 сегодня разгонялся до 60 на 40 прочее полтос на четвертой передаче самой быстрой пять с половиной тысяч оборотов он уже начинает трястись весь ломаться навалим чуть-чуть в школу проехали 60 разгонимся 60 но все конечно звенит уже на 60 я расчистят ехать это реально ребята это не мало кубатурный мотоцикл это реально но так почему потому что 50 здесь короче край больше больше уже разгоняться невозможно потому что это уже начинается треша какой-то трясучка звон в двигателе там я не знаю там наверно вкладыши если там еще вкладыши есть заменят гильза в поршне наверно там трясется как паралитик